Всем привет, с вами Фэнди и сегодня я хочу показать вам свой ГТР. Ладно, шучу. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как будет проходить этап D1GP на Цукубе 7 августа в 16.00. Это будет однодневный этап, то есть квалификации парные будут по один день. Будет 10 сет респект зона. Я покажу сейчас траекторию, расскажу про нюансы. И хочу сразу заметить, если это видео вы посмотрите, ну точнее вы посмотрите это видео, то брифинг проводить мы не будем. То есть все будет проходить сразу в 16.00, мы начнем квалу, а там парные и награждения. В общем, суть задания на Цукубе. Оно такое же, как в D1GP, которое прошло на Цукубе недавно, где участвовал Гоча. Итак, вы можете посмотреть про этот фильм у Зарубина, я думаю все его знают. А сейчас покажу траекторию. Итак, респект зона. Начинается она вот ровно вот в этом месте, где начинается поребрик. В ней вы можете ехать со скоростью не выше 80 км в час. Вот, начинаете вы свой заезд и держите 80 км в час. Заканчивается она в конце дуги. Вот, вы держите скорость. И вот здесь вы начинаете разгоняться. Далее смотрим проекторию. Вот, целая траектория. А вообще хочу сказать, что как таковой траектории на Цукубе не существует в такой инфигурации. Вы должны проехать так, чтобы не навредить или не помешать противнику вашему. Проехать за вами близко. И при этом вы оба должны проехать эту трассу, то есть задание быстро. И все. Таковых клип-поинтов здесь нет. Как попадаете, так попадаете. Но вы должны подстраиваться немного под своего соперника, чтобы ему было комфортно с вами ехать. Потому что дрифт это в первую очередь шоу. То есть все должно быть красиво. Но это МТА и не всегда так получается. Далее. После конца заезда. Вы не должны ехать на вот тот срез и ехать обратно в реверсе по трассе. Вы должны поехать дальше. И проехать дальше всю трассу. Это уже будет не зачетно. Это просто вы меня здесь не станете. То есть вы дальше едете, как я сейчас еду. И не едете обратно в матрасе. Это касается и тренировок, и парных квалификаций. Вы проезжаете дальше. И возвращаетесь в начало респект зоны. Респект зоны действует как и в квале, так и в парных. То есть в квале вы тоже не сразу дубасите. Некоторые нюансы хочу опять же рассказать. Впереди едущий игрок будет становиться справа. Второй игрок, кто едет сзади, должен становиться слева от него. Также вы должны приехать в таком порядке респект зоны. Нюанс есть, что впереди идущий игрок в респект зоне идет по внешке. То есть он будет ехать дольше. Вы, сзади идущий игрок, должен здесь немного притормозить. И как только впереди едущий соперник ваш начинает разгоняться, вы тоже жмете резко на газ. И дубасите до постановки. Постановка у нас только ручником. Никаких раскачек за раскачку буду карать. Карательный отряд у нас будет, да. Постановка ручником. Вот в эту табличку. Не в нее, но близко к табличке. Далее вы рисуете линию. И вот по вот этой белой линии вы проходите. Далее перестраиваете к этому поребрику. Через внутреннюю вот этого поребрика. На внешку. Потом опять на другую внешку. И вовнутрь дуги уходите. И до вот этого момента вы оба идете внутри. Далее. Впереди едущий игрок должен с этого примерно момента начать уходить. на внешку. А уходить на внешку нужно для того, чтобы комфортно. Чтобы дать возможность сзади едущему сопернику пройти трассу до конца. Комфортно и красиво. То есть вы уходите на внешку вот здесь. И потом оба заканчиваются заезд. Официально заканчиваются заезд. Ничего сложного. В квале этого правила можно не придерживаться. Я не буду ничего за это говорить. Но в парных впереди едущий игрок должен уйти на внешку в этой дуги. Что еще хотел сказать. Призы будут на этом этапе как обычно. А вот на финальном этапе D1GP возможно мы сделаем супер приз. И тот кто по итогам всего D1GP на нашем сервере будет на первом месте. Тот возможно, хочу отметить, возможно, это еще не точно, получит доступ к бета-тесту Лотокса. Да-да-да, Лотокс уже почти готов. И возможно, кто-то станет его первым тестером. В принципе, это все. Что я хотел вам сегодня рассказать. Жду вас всех на этапе. 7 августа. 16.00. Это будет пятница. Я думаю, будет круто. Будет красивый дрифт. Возможно, я даже запилю стрим. На этом у меня все. С вами был Fendi. Всем пока.